Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я участник программы ENOG Fellowship, которую организовала RAP-NCC. У меня вопрос к Алексею Семеняке. Стороны, которые подлежат заблокированию контента, они заранее бывают предупреждены о том, какой у них контент должен быть, то есть в зависимости от страны или от чего это зависит, и после того, как их заблокировали, предоставляются ли им инструкции по разблокированию? Ну, еще раз, это зависит от страны. Есть страны, где критерии действительно озвучены заранее, они достаточно понятны и просты. Это, ну, скажем так, очень подробно, например, это формализуется в Соединенных Штатах. Там есть просто набор документов по защите детей, по защите персональных данных детей, по защите информации, защищенной авторским правом, и так далее, и так далее. Это формальные документы, где это описано. И да, есть извещения. Есть страны, в которых никакого извещения не происходит. То есть здесь, наверное, это более-менее коррелирует с вот той координатой, которая отвечает за то, как происходит блокировка. То есть там, где это происходит по состязательной процедуре, вот там такие извещения есть. Чем менее процедура состязательная, тем менее контент может узнать о том, что его заблокировали. Ну, плюс-минус, конечно. Общих правил, наверное, я не могу сейчас сформулировать. Спасибо большое. Можно еще один вопрос? Да. Господину Каулину, если домен обслуживается у регистратора, а DNS-провайдер – другая компания, в случае блокировки контента к кому обращается соответствующий орган? Роскомнадзор или кто-то? Значит, в случае блокировки контента Роскомнадзор, законодательство, то есть законодательное оговоренно, обращается ни к тому, ни к другому, он обращается к хостинг-провайдеру. То есть он ищет сам, у него есть методички, как найти хостинг-провайдера, и он обращается к хостинг-провайдеру. А хостинг-провайдер может отреагировать или нет, а дальше, соответственно, принимается решение. Хорошо. Спасибо большое. Бахарон Насаджанов, ТТ-Мобайл. Я также участвую в программе Райб Феллоушип. Вопрос Алексея Семеняка. Я, к сожалению, в вашей презентации не увидел информацию о Средней Азии, так как тема тоже актуальная, блокировок. Вопрос такой, на практике работает ли взаимодействие с правообладателями ресурсов относительно блокировки, ну, по запросу блокировки определенного контента на ресурсах во избежание блокировки всего ресурса в целом? Да, на самом деле, ну, как сказать, это зависит от ресурса. То есть, грубо говоря, все крупные игроки, так как, еще раз, борьба за копирайт, это такая мировая тенденция, это то, что существует глобально, вот, и все крупные игроки не хотят себе проблем, потому что, ну, говорю, это неоспариваемая причина блокировки. Соответственно, если какой-то крупный игрок не идет навстречу, то у него будут, ну, скажем так, проблемы с его бизнесом. Есть, скажем, более мелкие истории, да, или есть какие-то маргинальные игроки, ну, то есть, классический пример очень долго сайт AllMP3, да, то есть, это очень известная история, когда сайт AllMP3 стал предметом межгосударственной дискуссии, да, что там размещено большое количество контента, который нарушает копирайт, да, и они не шли навстречу, но в результате вот этой самой межгосударственной дискуссии они были закрыты достаточно жестко, да, то есть, все-таки случаи, когда заметный игрок индустрии не идет навстречу, это редкая история. Ну, просто потому что копирайт, это действительно, ну, скажем так, одна из священных коров. Ну, Pirate Bay, положим то же самое. Pirate Bay. Ну, да, Pirate Bay, ну, он сопротивляется, как бы, как может, но все-все-все-все. Да, может, чем дальше, чем меньше, да, ну, то есть, это редкие случаи, да. Спасибо. Очень короткий комментарий, я уложусь в минуту. Я хочу обратить внимание аудитории на то, что второй слайд, который Алексей Семеняко показывал, говорил о том, что предпосылки к обсуждению блокировок, это наличие общественного консенсуса, наличие соревновательности, наличие открытых процедур. Так вот, в России и скоро в Украине все эти предпосылки полностью отсутствуют. Саша, мы договорились о политике. Роль – это ругательство, и шутки ее к нам не применять. Все поняли, что я сказал, да? К сожалению, панель испугалась говорить об этом. Но если вы хотите послушать про проблему регулятора, Юрий, коллеги, я предупредил, что данная панель не является площадкой для политических обвинений, потому что за этими политическими обвинениями теряется контент, который мы обсуждаем. Если хочется организовать площадку для обсуждения политических аспектов блокировок, нужно делать отдельную панель. Еще раз в задачу этой панели не входит обсуждение политических вопросов. Коллеги, небольшой просто комментарий вдобавок. Вот нужно понимать, что мы с этой ситуацией с блокировками, мы как слепые со слоном, да? Вот его с какой стороны схвати, вот то поймешь. Вот это мы, то есть я в этом в том числе участвовал, потому что это технический аспект. Нужно понимать, что проблема блокировок не заканчивается ни у нас, ни обсуждение не заканчивается на этой панели, она даже на и ноги не заканчивается. Сегодня в последней, если не ошибаюсь, сессии в районе пяти часов будет выступать Александр Александрович с вопросами как раз общественного контроля. И, Саша, ну, если... Я хотел пригласить как раз всех тех, кто хочет обсудить вред, который регулятор может наносить неаккуратными блокировками. Пожалуйста, последняя сессия, последний доклад и потом обсуждение в кулуарах. Я, я, Кемпский в области. Вот с этого бы и начинал бы. Я хочу единственное, что сказать, что когда Алексей говорил о том, что это консенсусная вещь, то здесь нужно понимать еще тем тезаурусом, которым мы владеем. Это мультистейхолдерная трастовая модель должна быть построена. Где нужен консенсус? В России и в Украине. Об этом мы будем говорить позже. Пожалуйста. У меня вопрос Филиппу. На практике, когда суд, имеется решение суда о блокировке конкретного ресурса, сколько времени занимается до окончательного блокировки этого ресурса проведера? Значит, ситуация неоднозначная, потому что она менялась со временем. Изначально решение суда должно было собирать Министерство юстиции. То есть это в 2012 году началось. По закону оно должно было собирать, давать Роскомнадзор, и это должен единый список. Ну, доходило до года, а сейчас это где-то в районе месяца-полутора. То есть решение суда, потом с какой-то периодичностью само Министерство юстиции собирают у себя, с какой-то периодичностью отдает Роскомнадзор, тот с какой-то периодичностью смотрит. Ну, это где-то месяц-полтора по практике, которая у меня есть. А если бы не судебный порядок? Спасибо. Дима, пожалуйста. Хотелось бы прокомментировать, что не нужно показывать средний палец участникам дискуссии или публике, пожалуйста, это незаконно. Создатель Бараса Митона по поводу его, ну, как бы на самом деле прокомментировать презентацию DNS. И, ну, я видел там все-таки не в RFC и TLS и так далее. Но меня особо заинтересовал вот этот вот, может быть, не все его заметили, слайд о автоматическом эпи сек по реверс. Я же не ошибся, да? Это было там. Да, там был слайд. Еще, кстати, комментарий. Мне кажется, сложная презентация. Лучше давать хотя бы один-два вопроса. Так вот. У меня вопрос. Кто-либо знает вообще здесь в аудитории, может быть, хоть об одном реальном кейсе вот этого автоматического, ну, suggestive, так сказать, эпи сек? Потому что, мне кажется, это гениальная идея. Но, как многие гениальные идеи из EASDF, они обычно будут придуманы, опубликованы, обсуждены. Ну, на самом деле, с этой идеей, как бы, ситуация такая интересная, потому что идея дыралась достаточно давно. Вот. РФЦ изначально был написан давно. Реализация, как бы, современная получилась гораздо позже, то есть в рамках либереса вана. И буквально, ну, наверное, как бы, стали об этом говорить, стали появляться какие-то отдельные доклады о том, об оппортинистике эпи сек только вот в конце прошлого года. Так что это, в общем-то, вещь, с одной стороны, не новая, потому что EASDF достаточно старая, а вот актуальность, она появилась только сейчас. Ну, так зачастую со всякими концепциями интересными бывает. Странно что-то с этим микрофоном, я не понимаю, что за, так сказать, система это. Окей, спасибо. Я опять вижу палец. Алексей, я опять вижу палец. Извините, но заниматься цензурой других закладчиков, это прекрасно. Я вам желаю успеха. Это не цензура. Это блокировка. Нет, не обед. Про эпи сек. Два слова. В 2001 году мы предложили делать банкам их банковские системы на базе IP протоколов. До этого системы строились на базе X25 и фрейм реле, как защищенные. А IP считался проходным двором. Мы предложили технологию IPSEC Triple DES. VPN-ы. Построили. Все было нормально. А там появились свои сложности. Свои, как бы, дырки, утечки и так далее. И мы над этим работали. Я опять-таки делаю отсылку к началу нулевых и 99-х годов. На мой взгляд, вот та проблема, которую нам подкинули в виде блокировок, нас вот туда вот немножечко отправляет. Ну, это как по аналогии того, как и что мы должны, значит, видеть ситуацию. И как мы, не повторяя шивак прошлого, должны выйти, вроде бы, как из нее. Найти выход из нее. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда разрешите перед закрытием сессии предоставить слово главе программного комитета Сергею Месоедову. Кстати, я категорически против блокировок, чтобы всем было понятно. Другой вопрос. Да, я понимаю, что и мы против блокировок. Другой вопрос, что ну, а давайте придумаем что-то новое. В конечном итоге, я не знаю, кого Дима там в тюрьму собирался сажать, но получается... Во многом сдача вообще панели тем, что многие страны так или иначе то есть, либо изменяют подходы к блокировкам, либо, то есть, пытаются их усовершенствовать. И зачастую, то есть, слышны там, как бы информация о достаточно больших суммах, которые пытаются тратить на блокировки. И в целом, может быть, их стоит потратить немного эффективнее, чем на массовое внедрение DPI? То есть, или... Да не наши деньги надо тратить. У нас денег нет, чтобы ставить DPI. Ну, не наши деньги, опять же, деньги операторов, либо операторов, либо деньги всех наших, всех пользователей. Спасибо участникам панели за интересный материал.